здравствуйте мои дорогие любимые зрители я приветствую вас на своем канале эллин элегант и сегодня речь пойдет о золотном шитье конкретно о новоторжетском искусстве золотной меди истории предприятия и о современном ассортименте продукции а также о коллекции одежды гризаль дизетта и о геральдике панно городов-героев которые я вам расскажу о своем приобретении на выставке ладья торжесткой и вышивки начнем с истории любимая моя история которая открывает горизонты и позволяет узнать больше и понять настоящий золотное шитье сохраняется вторски с десятого века об этом свидетельствует уникальная находка сделаны новоторжетской археологической экспедиции 2010 году среди вещей клада спрятанного в 1238 году были обнаружены фрагменты одежды рассчитай расшиты серебряными золотными нитями что развеяло миф о связи русского о связи русского ремесла с монголо-татарскими традициями на стоящее время торжок единственный центр березно хранящие и лелеющие традиции поистине драгоценного промысла до сих пор торговские мастерицы вышивают нитями в которых содержится от пяти до восьми процентов драгоценного металла золотошвея используют старинство шитья в прикреп металлической нить не пропускается сквозь ткани а крепится к ее поверхности поперечными шелковыми нитями в период расцвета промысла во второй половине 18 первой половине 19 столетия складывается шитье по карте то есть подкладки из бересты или картона это глухой односторонний шов исполненные плотными параллельными стежками по подложке выполненной форме детали рисунка и прикрепленной тканевой основе торговские мастерицы вышивали по заказу и на продажу главные уборы кисельные рукава передники пояса софьяновую обувь кошельки подушки различные детали праздничного народного костюма а также предметы церковного обихода рисунки для вышивки составляли сами мастерицы обычные изделия были украшены растительными узорами основным мотивом которых была ветка распустившейся розой или бутонами и листьями орнаменты были просты и лаконичны в то время в то же время трепетны и выразительны о славе торговских вышивальщиц и уровне их мастерства свидетельствуют многочисленные заказы поступавшие от русского двора и неоднократно заказывали парадные платья для чинов правящей династии и знатных петербургских особ важным событием истории золотошвейного искусства ташка был заказ в связи с предстоящей коронации александра второго 1855 году мастерицы вышли костюм для царской семьи мудиры для многочисленной свитой и платья для фрейлин царицы 30 золотошвей были вызваны в столицу для вышивания гербов на порфире золотошвейные изделия использовались золотошвейные изделия использовали спросом не только в россии но и за рубежом они ценились иностранными путешественниками как местная оригинальность уникальные расшиты золотом серебром товары и экспонировались на международной выставке 1851 году купец шихони демонстрировал в лондоне несколько пар сапог расшитых золотом 1862 году кружевного короля алмазов на международной выставке представил изделия из софьяны и кожи упадок народных промыслов в конце 19 века вызвал беспокойство русской общественности и в 1882 году на всерафийской промышленной художественной выставки в москве золотное шитье и кружево тажерских мастериц имела оглушительный успех что поставило перед новоторгским земством вопрос сохранения и развития промысла организации мастерских и школ в 1894 году создан кустарный отдел который возглавил местный общественный деятель романов при его дмитрий дмитриевич романов при его непосредственном участии в 1899 году при отделе открытой учебно-показательной золоташвейной мастерской чтобы сохранить золоташвейное производство не раз находившийся под угрозой исчезновения 1911 году при мастерской был создан музей романов лично собирал образцы старинных вышивок надеясь возобновить утраченные способы шитья в это время созданы альбомы по местному орнаменту старинное шитье сохраняется в музее и использовались вышивальщицами при выполнении заказа московской фирмы оловешникова по случаю 100-летия юбилея отечества ответственной войны 1812 года в 1923 году на базе мастерских была основана профтех школа и уже в 1928 году его ее выпускники объединились торжокскую золоташвейную артель имени 8 марта sky советское время предприятие выпуска выпуска выпускала преимущественные элементы государственной символики знаки отличия для красной армии и лишь небольшом количестве традиционные изделия панно бывалых декоративные подушки сумочки в торжке выполнены мундиры и костюмы кинофильмом анна каренина режиссера александр азархи сказ про то как царь петра араба женил режиссер александр метай геннадий сокольский война и мир и режиссера сергея бандерчука с 1992 года торжокская золотошвейная фабрика имени 8 марта реорганизована в товарищество с органичной ответственностью а через три года в оао торжокские золотошвеи торжокские золотошвеи являются наследниками продолжателями традиции ремесла это так это кратко об истории искусства золотого в торжке чтобы попасть в город торжок о чем я мечтаю уже довольно давно этот город находится на пути из петербурга петербурга в москву от москвы 27 227 километрах находится и я рекомендую вам потому что сама бы очень хотела попасть в музей торжокские золотошвеи и музей дом пояса достаточно интересная экспозиции и хотелось бы конечно чтобы экскурсию привезли провели именно в этом музее потому что история конечно богатейшая и она обогатит каждого кто прикоснется к ней вот рекомендую и сама очень хочу туда попасть но вот к сожалению была всегда проездом и не удавалось мне посещать эти музеи а также ходит легенда о том что в торжке можно приобрести на главной площади города очень хорошие изделия очень хорошего высокого качества по невысоким ценам мастерицы которые живут торжке иногда продают свои собственные изделия и вот может быть удастся мне попасть хотя в принципе и вы тоже приглашаю вас тоже посетите город торжок фирменные магазины находятся в городе твери и в городе торжке вот к сожалению не в москве не в петербурге магазинов их изделий не существует но можно приобрести их на выставках ярмарках они приезжают на выставку ладья и на выставку жар птица подробную информацию ищите под видео я дам вам ссылки на эти выставки вот собственно говоря на выставке ладья я с ней познакомилась более подробно расспрашивала мастерица о том о состоянии сейчас их ремесла оказывается что они процветают благодаря вот их грамотному руководителю и конечно же это видно по самим работам по самим изделиям они конечно великолепные вот фотографии я делала из витрин и к сожалению там отсвечивала стекло но все же можно увидеть высоту и уровень работы вот сейчас я попытаюсь вам пролистать в каталог показать какого уровня работы предлагают нам торжоковские желтошвеи вот кстати платье которое было коронационным марии александровны а также я знаю что екатерина вторая венчалась тоже в платье расшитом торжоковскими зурташвеями то есть простите это ремесло оно очень активно существовало использовалось и вот полностью расшитые платья могли позволить себе к сожалению конечно царские особы и богатое купечество а дворянство и мещанство могли себе позволить какие-то элементы допустим пояс и вредники рукавицы и тому подобное но все равно все равно иметь даже небольшое изделие в этом прекрасном в этой прекрасной технике уже есть часть счастье потому что они конечно великолепны это даже просто любоваться не имея это достаточно большую довольную обращаю ваше внимание на а сумки которые произвели на меня впечатление это скорее стиль сафари выполнены они на замше да или на вервете и выглядят очень очень интересно очень по-современному но все-таки с элементами золотного шитья то есть очень захотела сразу иметь но вот приобрести к сожалению не было возможности может быть со временем каким-то образом это получится вот элементы пояса небольшие сумочки и клатчи они конечно очень актуальны даже в современной одежде предлагается в этом каталоге и достаточно интересно представлены конечно сумочки на меня самое большое впечатление произвели потому что захотелось иметь сразу же либо клатч либо вечерний какой-то вариант потому что они от них веет теплом золотное шитье но конечно такое согревающее шитье и оно достаточно прочное посмотрите какая красивая замшевая белая сумочка косметичка по поводу прочности хочу сказать что во время покупки мои на стенде многие вышивальщицы да даже не вышивальщицы а простые потребители которые каким-то образом связаны были с изделиями то есть кто-то покупал раньше их и довольны были качеством то есть даже если фурнитура выходила из строя и замочки порой ломались немножко подтирались углы то вышивка всегда оставалась в прекрасном состоянии мне рекомендовали даже сами потребители приобретайте вы не пожалеете это вещь долгосрочная и вам конечно же понравится интересующихся я рекомендую посетить сайт золотошвея ком также размещу контактные данные под видео там вы можете посмотреть на на изделие более подробно а себя рекомендую почему потому что это довольно не дорогие изделия для их высокого качества потому что по крайней мере вот в москве и в крупных городах именно вот китайского причем низкого качества изделия вы можете приобрести по такой же цене как предлагают их торжоковские золотошвеи вот смотрите даже есть картины панно это конечно производит впечатление когда вы увидите это вживую поэтому обратите внимание изделия хорошего качества очень высокого качества и стоят они не так уж и дорого для их высокого качества прошу вас обратить внимание для тех кто не знал я думаю это будет открытием а также вот обращаю ваше внимание на то что золотная вышивка также присутствует и на подиуме высокой моды торжокские золотошвеи работают творческим тандеме с патриархом российской моды вячеславом зайцем да я знаю что он очень любит и павла посадские платки и вообще все народные промыслы россии он активно использует своих количествах и его показаны деле высокой моды осень зима 2015 года мастерицам была создана линия аксессуаров образы повседневной элегантности и респектабельности коллекции одежды ноктюрны дополнили традиционные расшитые золотом и серебром кожаные атласные редикюли клачи бархатные мешочки помпадур нагрудные украшения и броши украшенные фантазийными узорами одних из самых эффективных моментов дефиле было появление на подиуме Виктория Лаперева главная звезда показа представила длинное черное платье с кружевным лифом и пышной юбкой из плотного шелка вип гости показа получили в подарок компании торжокские золотошвеи аксессуары с серебряным шитьем повторяющим уже узор кружек на вечерних платьев коллекции выглядит это конечно шикарно это дорого красиво и традиционные очень очень впечатляющие я понимаю числа зайцева конечно уровень вестиства тяжело преодолеть поэтому эти эти предметы одежды они вне конкуренции а вот женская одежда из льна она достаточно такая традиционная и современная я обратил внимание предоставлялись и платье комбинезоны и некоторые рубашки они были представлены большом количестве на выставке ладья но это очень быстро раскупается имейте ввиду что это изделие используется большим спросом потому что опять же повторяю подчеркнуть что в москве нет москве нет магазина официального магазина торжокские золотошвеи есть представительства которые перекупают но соответственно это стоит и и дороже и ассортимент гораздо меньше поэтому знающие приезжают на выставки и причем на первый день выставки чтобы приобрести изделия вот такие качественные изделия можете увидеть что есть и мужская одежда от торжокские золотошвеи и так вот они представляют отдельным каталогом коллекцию гризаль это скорее подростковая одежда из натуральных тканей и с небольшими элементами вышивки смотрится достаточно оригинально и и современная и традиционно одновременно хочу сказать что очень хорошие представленные работы то есть для подростка я думаю что понравится особенно натуральной тканью всегда ходить очень приятно мне понравился вот так вот срафан но к сожалению я хотела бы в белом цвете вот в белом цвете его не было и так коллекция фиолетовый тизетта это фиолетовый лен компания торжокские золотошвея представляет собственную торговую марку одежды и аксессуаров тизетты это мир безупречного стиля создан уникальным сочетанием тенденций современной моды народной традиции золотного шитья лет мотив бренда натуральный российский лен который благодаря экологичности эстетике надежности и комфорту стала великолепным материалом вне сезона настоящего и будешь его коллекция тизетта весна-лето выполнена в эко-стиле демократичность простота и лаконичность базовых элементов кежуал коллекция составляет стилистический микс из изящной с изящной вышивкой растительных мотивов шелкими металлозеренными нитями орнаментный орнаментный декор навеян зарисовскими растения цветов арт-нуво из это качество ставшей традиции для успешной жизни ну вот конечно же хочется приобрести что-то подобное хотя вот фиолетовый цвет не мой цвет но смотрится конечно великолепно поверьте мне что и в жизни как и в каталоге это достаточно эффектно смотрится и качественно и действительно по-новому и уникально вот в чем красота до этих работ торговский золоташвей то есть каждая идея смотрится уникальным вы понимаете что повтора не будет поэтому рекомендую присмотритесь я думаю что вам будет интересно для тех кто не знал о компании торговский золоташвей и вот немножко по ноге ральтики я решил тоже вам рассказать потому что тоже для меня это оказалось близкой и опять же история моя любимая история время торжок единственный центр бережно хранящий лелеющий традиции поистине драгоценного промысла до сих пор торговские мастерицы вышивают нитями которые содержатся от 5 до 8 процентов драгоценного металла золотное шитье сохраняется в торжке с 12 века можете себе представить сколько столетий об этом свидетельствует уникальная находка клад еще в 238 году где были обнаружены фрагменты одежды расшиты серебряными золотными нитями в настоящее время торжок единственный центр бережно хранящий и традиции поистине драгоценного промысла в период расцветного промысла торжовские мастерицы вышивали по заказу на продажу костюма для царской семьи мундиры для многочисленной света и платье для фрейлин царицы главные уборы кисельные рукава передники пояса софьяновую обувь что кстати очень ценилось по всей руси кошельки продукты различные детали праздничного народного костюма а также предметы церковного обихода рисунки для вышивки составляли сами мастерицы обычные изделия были украшены различными узорами чтобы сохранить золоташвейное производство не раз находишься под угрозом исчезновения в 1911 году при мастерской был создан музей в котором были собраны образцы цариных вышивок целью возобновить утраченные способы шитья в 1923 году на базе мастерских была основана профтехшкола а уже в двадцать восьмом торжоковская золоташвейная артель именем 8 марта советское время предприятие выпускало преимущество элемента государственной символики знаки отличия для красной армии и лишь небольшом количестве традиционные изделия мирная жизнь была прервана войной поистине участие по сильное участие в защите своей отчизны приняли работники артели они параллельно с работой успешно закончили курсы медсестер при районном обществе красный крест многие девушки явились добровольно военкоматы попросили отправить их на фронт медсестрами другие стали донорами ухаживали за ранеными большими группами после работы отправлялись на ратье окопов во время войны на предприятии работало около 500 человек 500 человек шили нижнее белье для солдат ремонтировали шинели гимнастерки выполняли погоны называли их столбиками в октябре 1941 года начались бесцельные варварские фашистские бомбардировки торжок стал сильно торжок очень сильно бомбили объятый пламенем город был превращен в труды развален практически не было света вокруг одной лампады сидели 10 человек свет мерцал но все работали с переполнением плана такие фабрики во время войны не закрывали сотрудники работали в две смены после работы шли на фабрику и разгребали убирали мусор и ремонтировали поврежденные после бомбежки до 1948 года окна были заколочены досками вместо стеклов вторжки выполняли мундиры костюм фильмом анна калинина сказка про то как от петра рапа женил и война и мир торжокская золотошвейная фабрика имени 8 марта реорганизована в товарищество с ограниченной ответственностью через через три года в ау торжокские золотошвей да конечно очень богатая история очень такая трагическая все-таки молодцы что они выжили не потеряли ремесло не потеряли трое традиции это конечно похвально в детское время уникальные художественные произведения были созданы в том числе вот герардика городов-героев нам предлагают нашему вниманию автора григорьева маргариту павловну она создала это панно города-герои процитерию григорьева создана большая серия высокохудожественных изделий посвященных 850-летию образования москвы предметы золотного шитья выполнены рукой маргариты павловна запечатленной кинолетах мосфильм и лимфильм и киностудии довженко художниками вышиты великолепные панно храм покрова филиал храм христа спросить спасителя собор василия блаженного и другие по личной статье маргариты павловна создан музей народу художественных промыслов на предприятии за долголетнюю безупречную работу григорьева награждена медали за доблестный труд к столетию владимир чаленина орденом знака почета медали ветерана труда а также начисленные почетными грамотами дипломный руководитель региона ее панно путешествие пушкина из петербурга москву было достойно диплома российской академии художеств я согласна да конечно высокий уровень очень обратите внимание на панно городов героев тула новосибирск одесса москва киев смоленск мурманск ленинград минск севастопель керч брест волгоград хорош на хороший очень каталог я ценю такие вещи это история нужно знать и хранители дети геральтика здесь предлагаются предметы геральтики которые выпускают обратите внимание как прекрасно расшит герб таким просто золотыми переливами перья ну очень красиво я представляю как это вот живую рассматривать просто замечательно жаль что и нимба нет георгиев бедоносца очень важный момент упущен и вот геральтика которую выполняет оржовский завод ашвей а также предлагают о чем говорилось да то что они выполняли борзняки погоны ордена нагрудные знаки все что на чем работалось советские времена они и ну кстати и в царские времена надо сказать что золотное шитье она выступала не только как как атрибутом богатства да то есть могли себе позволить только достаточно обеспеченные люди причем высокие условия но также и эта статусность была да то есть мандиры высших сановников были полностью в царские времена российской империи расшиты золотным шитьем и это мы видим исторических произведениях а также в картинах и тому подобное так что золотное шитье золотным шитьем можно сказать что проникнутая история россии как и многих других государств я приглашаю вам окнуться в эту историю вам будет думаю интересно а также полезно для современной жизни каталог их конечно меня не оставил равнодушным я вспомнила то что я видела на выставке и конечно же очень многое хочется приобрести но вот возможности к сожалению нет надеюсь что она появится я желаю и вам такой возможности плотнее и ближе познакомиться с ремеслом золотошвейным а также с искусством торговых мастериц возможно удастся приобрести что-то из их изделий я уверена вы не пожалеете а я вам расскажу о том небольшом изделии которые приобрела я сама это небольшой очечник но в принципе он может использоваться как и чехол для телефона вверх это бархат на молнии внутри на подкладе вот пожалуйста присутствует фирменный сертификат который говорит о том что это очищник бархат красное золотное шитье каждое изделие у них таким образом пронумеровано и естественно не ошибешься что это действительно их изделия фирменные изделия здесь немножко об истории торжерские золотошвей и на английском языке и на русском то есть хочу подчеркнуть что изделия такого уровня они очень активно используются за рубежом я имею ввиду интересуют да знатоков и приобретают их очень много и зарубежных вот я могу даже о себе и о личном опыте сказать что на выставке было немало и иностранной речи которые интересовались и приобретали изделия в том числе и торжерские золотошвей что конечно приятно что наши изделия ценятся и любятся по всему миру здесь контактные данные уао торжерские золотошвей фабрики и рекомендации каким образом нужно ухаживать за изделиями что конечно же приятно потому что не на всех изделиях это есть вот к сожалению стирать нельзя рекомендуется только химическая чистка я не знаю может быть застирывать каким-то образом и можно будет недостаточно аккуратно вот меня больше беспокоит бархат бархат он конечно очень капризный я не знаю как он себя будет вести может быть он немножко будет тереть хотелось бы конечно чтобы он послужил дольше но я видела изделия которые приобретены были и 10 и 15 лет назад и у торжерские золотошвей и поверьте мне что ткань то имел некоторые утраты в том числе и фурнитура может быть молния уже фактически не работала была без бегунка но поверьте мне что вот сама вышивка абсолютно так в таком же вот припозданном состоянии в каком она была и при покупке даже весь бисер был сохранен и я вот надеюсь что и моя вышивка она также мне послужит довольно долго это очень приятно вот иметь изделие и даже держать его в руках оно согревает вот такое тепло идет хотя это дешевый вариант то есть это машинная вышивка я себе не могла позволить ручную потому что она стоит дороже но у меня и это радует стоимость была этих очечников она ну где-то в районе от 500 до 800 рублей вот мой где-то был около 600 то есть это не небольшие деньги для такого уровня изделия так что рекомендую присмотритесь может быть вам что-то понравится из этих изделий и иметь такие вещи я вас уверяю очень приятно это конечно же проверенное годами даже как мы с вами уже убедились из истории столетиями искусство которое согревает душу и так это вот вкратце то что я могла вам рассказать о торжовских златошвеях я думаю что вам было интересно это в Субтитры создавал DimaTorzok